Маркер такой был, вокруг Петра курили все. Купил кучу табака, кучу всякой мелочи и купил сосновый гроб, сколоченный из досок. Вроде бы вот зачем, но тем не менее купил. При этом купили несколько станков, потом расскажу зачем купил. Купили несколько станков и тоже это сработало. Посетил Монетный двор. Монетным двором тогда сэр Исаак Ньютон заведовал. И есть в легендах, что Петр Первый встречался, судя по всему не встречался все-таки с Ньютоном. Следите, как он встречался, с Ньютоном нет. Ну и все, и вернулись снова в Голландию, в Австрию поехали. У Петра Первого интересная вещь была. Вот это поведение громогласное, такое наглое. Он некий карнавал, он путешествовал им только не то, но все знали, что это Петр Первый. Кстати, очень интересный момент, когда заезжали через Рибу. В Риге шведский комендант не дал Петру осмотреть бастионы. Он неправильно сделал, с точки зрения коменданта. Но Петра это очень сильно задело. И потом это сработало. По объявлению... Вот. Ну и вот. И Петр Первый снова вернулся в Голландию, потом поехал в Австрию. Австрия это Священная Римская империя. Он добился аудиенции у императора. И вот его вот эта наглость Петра Первого, вот такое поведение, у него была обратная сторона. Он был невероятно застенчив. Вполне возможно, что вот такая наглость его за границей, это были такие мероприятия по преодолению собственного комплекса. Он был невероятно застенчив. Но все-таки он поговорил, встретился с императором. Должны были поехать в Венецию. И в это время сообщают, начался стрелецкий бунт. Все, бросили все, помчались в Россию. В это время стрелецкий бунт был уже подавлен рамадановским. Свирепый, страшный человек, который потом возглавлял преображенский приказ, это князь Кесарь, которому Петр писал письма. Вот. Но помчались. Бунт был уже подавлен. И вот смотрите, Петр возвращается в Россию. Бунт подавлен. Тем не менее, объявляют страшный розыск по стрельцам. История, которая страну потрясла. Объявляют розыск по стрельцам. Все, кто вокруг, за стенки. Окружение царицы Софьи. Саму Софью не трогали. А окружение пытали все. Пытаясь, руководил кто-то бунтом или нет. И очень важный момент. В это время Петр начинает стричь бороды. Это, конечно, история невероятная. Это такой водораздел. Представляете, человек приезжает из-за границы, собирает всех вокруг себя, его встречает. Он достает ножницы, меньшиков достает ножницы. И тут же все, кто с бородами, начинают бороды стричь. Во-первых, борода это украшение. Ну, всегда так было, что это украшение. Для человека в то время решиться бороды, потому что все же понимали, что человек создан по образу и подобию Божию. Ну, как без бороды? Ну, мало того, на игонах, если кого-то без бороды не рисовали, то это только злодеев. Хорошего, что человека не нарисуют без бороды. Вот. Резать начали сразу. Мало того, моментально появляется закон. За бороду, значит, бояре там по 50 рублей, купцы по 30 рублей. И для крестьян, бороды можно оставили бороды только крестьянам. Но их носить можно, крестьянам и священникам носить бороды можно было только дома. Если в город появлялся, бородовой сбор специальный был. То есть, день получали со всех. И поэтому, ну, многие просто побрились. И Петр резал сам. Но это полдела. Начали резать полые одежды. А вообще, у русских в то время, у богатых людей, вот эта вот пословлица, работать спустя рукава, она имела под собой основание, потому что длина рукавов это признак знатности. Это было показано, ну, как и длинные ногти. Было показано, что человек не может работать и не работает. Рукава вот так вот свисали. Правда, делали прорезь, мало ли что-то взять надо. Видите, такая прорезь, а так вот рукава на полу висели. Начали резать рукава, начали резать платье. Сразу же мундиры, одежду носить на манеру немгерскую, потом переделали на немецкую. Неразбериха полная, но тем не менее, все резали. И по этому поводу разные истории возникали. Очень интересно. Митрополит, это было чуть позднее, митрополит Дмитрий Ростовский, знаменитый, но такой, по сути, первый русский интеллигент, к нему подошли как-то два мужика. Он идет в Ростове, вот уже там в 700-е годы были, идет в Ростове, к нему подходят два мужика, и шопотом говорят, батюшка, царь, говорит, велел нам бороды отрезать, но нам лучше, пусть он голову отсечет. А он говорит, знаете, что, братцы, вот как вы думаете, что быстрее отрастет, борода или голова? И говорит, ладно, вы тут подумайте, а я пойду. Вот подлинная такая история была. Ну и вот, и Петр Первый начал заниматься, все это запустил, все механизмы, начал заниматься стрельцами. Он всех повязал кровью. Бороды рубили, головы рубили все. Было казнено, вот сейчас внимательно, это страшная казнь, вот эта вот картина, знаменитая Суриковское утро, стрельцкой казни, это потрясло всю Россию. Вот сейчас внимательно слушайте. Было казнено 1118 человек. Рубил бороды Петр, рубил бороды Меньшиков, рубили бороды все его. Но Лефорт отказался. Нет, говорит, я не буду, в нашей стране так не принято, я не палач, я не буду голову рубить. Лефорт отказался, но его авторитет был настолько высок, что Петр ничего не мог ему сказать. Там еще один Блюнберг отказался с Лефортом. Остальные рубили. Так вот теперь смотрите, 1118 человек казненных стрельцов, это то, что потрясло всю Россию. А в 1937-38, в период в течение года, где-то в течение года, страна казнила 2000 человек в день. 2000 человек в день на протяжении года. Ну, можем сказать так, в 1937-38 год по 1000 человек в день страна казнила. Есть разница, да? Причем это воспринималось уже совсем не так, и сейчас так не воспринимается. Вот тут у Растрелецкой казни 118 человек было казнено. Ну, просто масштабом. Кстати, очень интересно. Сталин Петра использовал изо всей силы в пропагандистских целях, но он везде отмечал, что Петр не прав, он не дорубил. А вот Иван Грозный ему очень нравился. Иван Грозный, конечно, уничтожил не в пример больше народу. И историки русские все отмечают, что если Петр казнил за какие-то вины, то Иван Грозный просто так для удовлетворения своей кровожадности. Ну, у Петра Славы-то такая была. Там тоже по Москве говорили, царь, если с утра крови не попьет, так он и есть не может. Но я хочу, забегая вперед, отметить один очень важный момент. Петр Первый, через него проходили через него проходили все приговоры в отношении должностных лиц. Ни разу в жизни Петр Первый не усугубил приговор. Он мог его только смягчить. Ни разу в жизни у Петра Первого не было. Ни разу. Если был приговорен человек и такому-то, Петр никогда не усиливал наказание никаких обстоятельств, он мог только смягчить. Очень интересный, кстати, момент, потому что он-то не останавливался ни перед чем. И люди были, ну, такие, дроватые его костра. Ну, и вот. И Лефорт, кстати, умер в 1699 году. Лефорт был известен тем, что никогда не брал взяток, а все дары, которые ему дарили во время... Все видели, что это любимец Петра. Все дары, которые ему дарили во время Великого посольства, он передал в казну. Ну, а вообще, вот это возвращение Петра со стрелецкой казнью, со всеми свирепствованиями, с бородами, в фольклор пошло, царя подменили. Царя подменили, это преследовало... Причем вот эти глубинные слои народу, особенно старообрядцы, это преследовало царя очень долго. Но, конечно, это фольклор, конечно, это легенда, но трудно подгонить человека, которого 2-0-3 ростом, то есть на всей Руси бы не нашли. Ну и вот, и Петр изо всей силы пытался подготовиться, заручиться поддержкой. Сейчас очень важные вещи проговорю. Заручиться поддержкой против турков, но нигде этой поддержки не добился. И вот он приезжает, молодой, деятельный, глаза горят, а войны с турками не получается. И вот этот момент, он нигде не отражен, вот этот момент перелома политики никто не заметил, но Петр Первый во время посольства познакомился с Августом Вторым, сильным, королем Саксонии, который стал позднее королем Польши. И они были похожи, он тоже был крупный, то есть куча женщин вокруг, ну такой любвеобильный. И Петр его воспринял как брата. У Петра, кстати, вот эта сентиментальность была, он обниматься и искренне совершенно к нему относился. И Петр с ним подружился. Петр с ним реально подружился. И с 1699 года царь начал думать о войне со Швецией. У России со Швецией отношения были очень сложные. В 1617 году, после смутного времени, шведы, кстати, принимали активное участие в смуте, то есть здесь надо называть вещи своими именами. Шведы долбили весь русский север, грабили монастыри, грабили церкви вместе с поляками, вместе с литовцами. Другое дело, что с ними была куча русских, тех, которых называли казаками, ну просто воровские люди, они точно так же грабили своих. Кстати, поток переселенцев на Урал связан именно с началом 17 века, когда вот шведы, поляки, литовцы и разборники ограбляли русский север, и очень много людей пошло сюда к нам, поселились здесь у нас. Вот этот наш Голор наук, это с русского севера, и очень частые фамилии на Урале Двинятины, Пенегины, Мезенцевы, Кевролетины, Вычижанины, Выликжанины, Устюжанины. Это по русским северным рекам, вот, и этих людей много. И вот в 1617 году заключили Столбовский мир. Я отвечаю внимательно. По этому Столбовскому миру Швеции, а им это было очень важно, отошла так называемая Водская Петина. По сути, Северная война, которая продолжалась 21 год, это была война за Водскую Петину. Это вот Ижорские земли, это выход из Невы в Балтийское море. Там не за что было воевать. Но, вот эта Водская Петина, которая была отнята шведами, причем, мало того, шведы ее отняли в 1617-м, мир подписали, поклялись, потом еще одна была стычка со шведами в 50-е годах при Алексея Михайловича. Подтвердили все в 20-е годы. Продолжение следует... Продолжение следует...